Жаль, я не сохранила ту часть, да, давайте я сейчас тогда, для того, чтобы запись осталась у нас, да, полноценная запись, я немножечко повторюсь, да, для наших гостей, я надеюсь уже гостей адекватных, которые не будут нам здесь устраивать, не знаю что, вот, значит, ребят, меня зовут еще раз Таня Разносчикова, я врач-офтальмолог, 23 года стажа, офтальмохирургия, и благодаря сетевому бизнесу я ушла из найма, и я сейчас не буду повторяться, нет, я повторюсь, ну, это я потому что загружу на YouTube, наша компания, да, она выходит совершенно вовремя, и уйдя из медицины, уйдя, я очень переживала, что как так, 23 года, ну, скажем так, коту под хвост, и в данной компании, в этой нашей компании медицина, она остается со мной, вот, в 21 веке сетевая индустрия очень серьезно трансформировалась, трансформировалась в очень комфортный бизнес, в очень серьезный бизнес, она и была серьезной индустрией, просто инфополе, особенно у нас, ну, в свое время в Советском Союзе, да, было испорчено такими же менеджерами, скажем так, да, которые не разобрались в этой индустрии, которые не поняли, как здесь работать, которые устроили, ну, я не знаю, вкоробейничество, втюхивание, впаривание, да, откуда мы это все слышим. Так вот, давайте сейчас, я очень надеюсь, что все здесь люди, собравшиеся, лояльно относятся к сетевой индустрии, вы понимаете, зачем вы здесь, почему вы здесь, и я предлагаю вам сейчас просто задать вопрос, почему вы решили состояться здесь, просто задайте себе вопрос, почему вы выбрали эту нишу, да, этот бизнес, я обязательно говорю бизнес, потому что сетевая индустрия – это бизнес, где люди становятся не только здоровыми, там, приобретают какие-то нужные продукты, там, товары, но прежде всего успешными, да, здесь люди растут личностно, я не побоюсь этого слова, вот иногда личностный рост, иногда как оскомина, да, идет, но здесь действительно люди растут, люди растут, они начинают любить себя, уважать себя, ценить себя, брать ответственность за свои действия на себя и за ответственность за действия других людей. Наша компания, да, которая стартовала, мы очень долго ждали, 9 месяцев, ну, я гораздо раньше ждала, я уже об этом говорила, все это время, но создавалась наша компания более двух лет, более двух лет, не просто так создать продукт, анализировался рынок, анализировалась вся система, да, вообще весь рынок потребления, да, и мы сейчас занимаем нишу, которая в данный момент не занята. Это биохакинг. Биохакинг появился на, примерно где-то в 89-м году, вообще само понимание понятия биохакинга, это новое совершенно направление в здоровье, в сфере здоровья, в нутрициологии, в здоровом образе жизни, и оно было параллельно связано с развитием, появилось на базе, на почве развития молекулярной биологии, генной инженерии в том числе. Конечно, нас тут не будут чипировать, никаких кодов взламывать не будут, да, но ученые поняли, что все начинается с клетки, с клетки прежде всего, ведь человек рождается совершенной системой, он приходит в этот мир для того, чтобы не болеть, не болеть, чтобы жить долго, счастливо, да, чтобы комфортно, качественно взрослеть, ну или стареть, скажем так, да, и вот искали и продолжают ученые искать вот этот вот эликсир молодости, таблетку, которая вам, этому человеку поможет, да, состояться, стать здоровым, даже в преклонном возрасте оставаться в здравом уме, там, активным и так далее. Так вот, и сфера, ниша биохакинга, она совершенно не занята сейчас, в данный момент, то есть весь мир, весь мир, ну, пока у нас Россия, страны СНГ, все у наших ног. И я иногда слышу такое, да, когда я предлагаю людям идти в бизнес, знают ли они про закон 1.9.90, ну, и говорят, да нет, это ерунда, все до этого, все ерунда, ну, давайте немножко перефразируем этот закон, если там, а то он уже оскоменный какой-то, тут сидит 1.9.90, но это статистика, это математика, это факты, это реальность, да, ну, вот смотрите, мы выходим на рынок, нашего продукта нет на рынке в данный момент, ни в России, ни в странах СНГ и ни за рубежом. Ну, есть аналоги какие-то, да, но брейншторма нет, я вам точно с уверенностью могу говорить. Так вот, а что касается брейншторма, ой, биохакинга, да, ниша не занята. У ваших ног города, села, регионы, области, дальше мы выйдем на международный рынок. И как ни крути, у нас продукт инновационный, у нас продукт новый, которого нет на рынке. И как ни крути, если сравнивать с другими компаниями, которые давно на рынке, неважно, какие у них продукты, да, рынок наполняется. Рынок начинает наполняться в течение первого-второго года. Появляются региональные центры, появляются там склады, появляются у кого-то какие-то магазинчики, кто-то там идет, ну, я сама лично видела, на Юлу, на Озон, да, продает там товары. То есть рынок насыщается этой продукцией. И об этой продукции начинают знать люди. Сейчас у наших ног все города, села, деревни, регионы, области и страны. Я говорю об этом точно, потому что все равно мы выйдем на международный рынок. Уже к нам присоединяются партнеры из других стран. Пока, ну, насколько я знаю, там Италия, Испания, Германия. Вот, поэтому у нас есть все для того, чтобы стать первыми. И вот он, как ни крути, это закон 1% по закону 1.9.90. Дальше люди будут узнавать, люди будут даже, которые скептики, они будут смотреть на ваш результат, они будут приходить к вам, они будут... А кто-то не придет никогда. Они будут приходить к вам, они будут узнавать. В любом случае, нашим продуктом, смотрите, нашим продуктом уже пользуются. Сегодня у нас 19 число, да? А наш продукт потребляем, он РЭ потребляет, его покупают. Почему покупают? Да потому что уже есть реальные, сразу реальные результаты от употребления нашего продукта. Это реальность. Я вижу отзывы, я могу сама говорить об этом. Я могу говорить о том, что моим родителям очень хорошо, очень хороший эффект моим родителям 75 лет. Но я вернусь сейчас к тому, что вообще в целом к сетевому бизнесу, к сетевой индустрии, да? Совершенно новая молодая индустрия. Она еще только-только развивается. Она в процессе роста, и особенно если говорить о нашей России и о странах СНГ, она в процессе роста. Вот в Японии, да, в Китае, за рубежом сетевой предприниматель, он считается очень достойным человеком, очень уважаемым человеком. Причем этот человек, почему он ценится? Потому что, как говорят за границей, ну, за рубежом, да, что это не просто предприниматель, это не просто там человек, который предлагает какие-то там продукты. Нет, это прежде всего человек, который предлагает возможности, человек, который сам поменял свою жизнь и делится этой возможностью с другими людьми, человек, который становится здесь психологом. Ребята, мы становимся здесь психологом волей-неволей, потому что мы работаем с людьми. Люди разные все приходят, и мы научаемся, это психологический термин, научаемся работать с людьми. А с любой категорией людей, там, с негативщиками, с позитивными людьми, да, лучше всего. И мы окружаем прежде всего людьми, которые заряжены на успех, заряжены на движение. И это именно происходит в сетевом бизнесе. Я уже это говорила, не повторюсь, что мое окружение кардинально поменялось. Мне неинтересно стало общаться с людьми, которые, говорят, только жалуются на жизнь, которые стонут, которые не берут ответственность на себя. Меня окружают сейчас люди, которые двигаются вперед, которые достигли больших результатов, и я стремлюсь сделать такие же результаты или даже больше, потому что эти люди для меня интересны. Они могут поделиться со мной опытом, и этих людей я нашла именно в сетевом бизнесе. Именно эти люди являются для меня примером, да, и двигателем моего прогресса, двигателем моего движения вот к тем рубежам и к тем достижениям. Почему еще вам хочу сказать? Вот смотрите, помимо биохакинга, да, в любом случае, наша компания создавалась не просто так, не на пустом месте. Анализировался рынок, анализировался продукт, создавался продукт, оценивалась логистика, и мы надолго сюда вошли. У нас это не компания-однодневка, как некоторые любят говорить, но сейчас уже мне не говорят правду. Вот, и это не компания-однодневка, это не компания, которая пришла и скоро уйдет. Нет. Это компания, которая будет жить долго. А хорошая компания, ребят, рождается раз в 20 лет. И вот все вы здесь, кто еще не принял решение, кто уже принял, с чем я вас поздравляю, кто активный партнер, кто еще не активный партнер. Ребят, вы теряете время. А вы все на пороге, мы все творим историю, историю будущего. Об этой компании узнают все. Представьте, даже уже 19 всего дней прошло с нашего старта, а люди уже спрашивают, что это за компания. Меня спрашивают, что за продукт, что такое, что, где это ты там развиваешься. И я сейчас могу с гордостью говорить о нашем продукте, о нашей компании. Но, ребят, здесь надо работать. Здесь не просто так прийти. Если вы сделали этот первый шаг и хотя бы стали рассматривать этот вариант бизнеса, здесь надо работать, здесь надо учиться. Но учиться здесь гораздо быстрее, нежели вы учились в университете, в школе. Школа, ладно, я не буду про школу говорить, в школе мы тут обязательно учимся. Но здесь надо учиться. Но срок обучения у вас будет гораздо больше, быстрее. Кто-то потратит на это 6 месяцев, кто-то потратит год. Но в любом случае это будет не 7 лет, как я училась врачам, а становиться врачом, стала врачом. И не 10 лет, и не 5 лет в университете, и не 4 года. И совершенствовать свои навыки. Точно так же. Вот, ребят, вот знаете, вспомните себя. На себя вспомните, когда вы приходили на новое место работы. Или даже еще не приходили, но вы хотите поменять работу. Страшно? Страшно. Сейчас, ребят, ну-ка, тихо. Страшно. Страшно. Всегда страшно. Вы идете на собеседование? Вам страшно. Кстати, здесь собеседование не требуется у нас. Мы приходим, и нам всем рады, да? Если человек хочет у нас здесь развиваться, да, пожалуйста. У нас здесь неважно вероисповедание. Нам неважно, что за плечами у этого человека. Допустим, человек там оступился или по какой-то причине там имеет за собой там места нестодаленные, да? Инвалидность по какой-то причине, да? Ну, то есть получил там, ну, даже врожденные какие-то заболевания. Пожалуйста, у нас есть все возможности. Тем более онлайн-бизнес, онлайн для всех, пожалуйста. Но сетевой для всех, но не все для сетевого, ребят. Не все для сетевого. Не каждый здесь будет зарабатывать. И даже те люди, которые сейчас пришли сюда, и которые уже даже активировали контракты, еще не активировали, что, знаете, опираясь на закон 1.9.90, да, все, я сюда пришел, я сделал первый шаг, я миллионер. Нет, ребят, нет. Я поспешу, ну, я вас разочарую сейчас. Нет, не все здесь станут миллионерами. Не все здесь добьются результата. Но шанс есть у всех. У всех до одного, кто принял для себя. Вы знаете, есть такое вот правило 3. Вот смотрите, одно дело принять для себя, чтобы у вас это провалилось к вам внутрь, да, что я хочу это, я хочу об этом узнать, как минимум узнать, разобраться. Второе, разобравшись, да, принять, понять, понять, разобраться, да, ну, и поделиться с другими, естественно, естественно, возможностями надо делиться. Возможностью надо делиться. Не будьте эгоистами. Вот, поэтому, друзья, здесь надо работать, как работала я. И если кажется, что, допустим, мы смотрим иногда в Инстаграм на успешных людей, которые и думаем, что ой, какой он вот, у него-то, конечно, все хорошо. Что, ребят, за плечами у этого человека большой труд. Большой труд ежедневный, ежедневный, через боль, через отказы, через ломку, через желание бросить все. Я не могу сказать, что у меня возникает такое желание бросить или на эти руки опускаются. Бывает так, думаешь, блин, как все надоело. Но это бывает не мутно. Это у меня. Потому что страх вернуться в ту жизнь, в которой я жила, заметьте, я уже говорила о том, что я из обеспеченной семьи. Не из миллионеров, но, в общем-то, мы не бедствовали. А у меня не было установок, нежели богатые, не надо начинать. Но, тем не менее, я знаю, что там. Там ничего нового. Там для меня уже все понятно. Там для меня потолок в заработной плате. Там для меня с утра до ночи работа. Там для меня отсутствие меня в жизни моих родных, близких. Отсутствие меня и моего хобби. Отсутствие всего того, чего я хочу и чего я заслужила. И для чего я пришла в этот мир. А в этот мир я пришла для того, чтобы забрать все, что для меня создал этот мир максимально. Конечно же, это и путешествие. И не так, чтобы я ездила по горящим путевкам. И вот сейчас давайте, ребят, вот знаете, я вам такие вот моменты расскажу. Вот были ли ваши ситуации? Ну, я думаю, были. Я вам сейчас буду про себя рассказывать. Когда вот я иду, например, мимо бутика, и там вывешено красивое платье. И я хочу это платье купить. Но я сначала не захожу в этот бутик, а я подхожу к витрине. А там стоит манекен, да, и ценник. И на этом ценнике написано, например, 50 тысяч рублей. Блин, красивое платье там, ну или костюм. Я не захожу в бутик, потому что я понимаю, что этот магазин, он дорогой. Вот. И там все будет дорогое. Или блузочка, да, висит такая за 30 тысяч рублей. Вот. И я такая думаю, да ладно, чего уж там, да. И я пойду-ка, я куплю там. Подумаешь, ну ничего страшного, что я не здесь эту блузочку купила. Я куплю где-нибудь другую, да. Или обувь. Или там, например, это моя ситуация. Она у меня до сих пор осталась такая ситуация. В моей душе, да, вот оно, как знаете, вот такой вот маячок. Мы с мужем собирались ехать в санаторий в Ясентуки. И выбирали путевку. Выбирали санаторий, да. И выбрали сначала санаторий. Ребят, если кто-то может подключить камеру, включайте. Потому что я сейчас только с двумя людьми разговариваю. А мне прям хочется вас увидеть. И я, мы выбрали санаторий, хорош санаторий в Ясентуках. Значит, внутри хорошо, все. Да, мы такие, берем, берем, да, все. Написали человеку, кто там ответственный, менеджер или... Как это правильно? Вот, вот, спасибо, ребят. И написали человеку, вот, и нам приходит сумма, да. И мы понимаем, что мы эту сумму не можем потянуть. Нам дороговато. Вот, и мы говорим такие, ну, да ладно, давай уже сейчас мы посмотрим вот еще один санаторий. Ой, другой, да. Ну, такие, знаете, да-да, тоже хорошо. Ну, и в конце концов, да, ну, хорошо. Нам присылают ценник, а он нам тоже не в карман. Ну, и мы, значит, к следующему санаторию пошли. И этот санаторий мы, когда начали выбирать уже, и мы, знаете, такие говорим, ну, слушай, ну, в конце концов, мы едем там лечиться, да, хорошая лечебная база, да, мы будем ходить на воды там, мы съездим там в Донбай, там еще что-то на машине ездили. Вот, а знаете, осадок-то остался. А знаете почему? Да потому что противно мне тогда стало, противно мне стало тогда, что я, вот знаете, вот это вот, да, и там была и комнатка поменьше, и все остальное поменьше. Ну, мы такие, ну, ладно, ну, что мы там жить, что ли, в этой комнате? Мы там ночеваем, ну, в конце концов, кровать нормальная, удобная, да, ну, в конце концов, полечимся, все хорошо, воздухом подышим, ну, красота, все, успокоили мы себя, а осадок до сих пор, я помню эту ситуацию. И вот подумайте, были у вас такие ситуации или есть такие ситуации, а их много, их можно вот не только про санатории. Когда вы идете, например, в магазин, и вы думаете, мне надо купить ребенок, который только начинает ходить, ему надо купить хорошую ортопедическую обувь, не лечебную, а которая с супинатором, да, она стоит, извините меня, достаточно, а вы покупаете какие-нибудь эти ботиночки, да, подешевле, у которых плоская подошва, у вашего ребенка развивается плоскостопие. Почему вы это делаете? Да потому что это не входит в ваш бюджет, вы не можете себе этого позволить. Сейчас, ребят, подождите, пожалуйста, я сейчас выгоню собак от... Где я? Все, я извиняюсь, потому что не мешаю. Вот, и подумайте, ребят, а вот не надоело ли так жить? Не надоело ли? Вот мне когда-то в какой-то момент надоело. Мне в какой-то момент просто-напросто я поняла, что дальше так жить не могу и не хочу. И страх уйти из найма, он стал вот такусеньким, маленьким, по сравнению с тем страхом остаться в той жизни, в которой я была. Я не хотела оставаться в той жизни. Я не хотела отказываться от санаторий, в которых я хочу отдыхать. Я не хотела проходить мимо бутиков, в которых висит мое платье или моя обувь, или моя сумка. Я не хотела оставаться, не покупать моим родителям, допустим, не обеспечивать моим родителям достойное медицинское обслуживание, да, у меня родители обслуживаются в частной клинике, и я не хотела жить так, как я жила, я не хотела, и мечты мои, они, да, и опять же, я понимала, боже мой, вы знаете как, вот я сейчас, я все про себя рассказываю, и когда я думала, что когда-то, когда-то, да, я заживу, и вы знаете, я смотрела на людей, которые окружали меня все это время, да, это люди были достаточно обеспечены, я говорю средняя обеспеченность, не миллионеры, меня не окружали тогда миллионеры, это люди, мы работали в системе Газпрома, то есть это люди, которые имели деньги, там путешествовали где-то, там у них было все, в общем-то, неплохо, так вот я видела, как эти люди уезжали на пенсию, и сначала у них был дом с лужайкой, с гамаком, потом у них появлялась тепличка на лужайке, потом у них появлялись грядки, сначала они ездили на Шри-Ланку, там у Доминикана и так далее, да, потом у них Египет, а сейчас они никуда не ездят, и сейчас эти люди, они меня тоже окружают, я с ними дружу, эти люди на пенсии, они сажают огород, они сажают грядки, и они не могут себе позволить путешествовать, потому что деньги, они имеют такую особенность заканчиваться, они имеют где заканчиваться, я ничего не знала о финансовом мышлении, я ничего не знала о финансовой грамотности, и я поняла, что здесь я должна начать учиться, вот, благодаря сетевому бизнесу жизнь моя изменилась кардинально, я закончила обучение в клубе миллионеров, я являюсь членом клуба миллионеров, я являюсь членом клуба успешный инвестор, и все это я сделала за меньше, чем за два года нахождения в сетевом бизнесе, мои доходы и доходы моей семьи увеличились в несколько раз, мы можем себе позволить сейчас, да, не все, я не могу сейчас летать в бизнес, нет, почему могу, но не часто, вот, но, ребят, задайте себе вопрос, задайте себе вопрос, просто, что вы хотите, для чего вы рассмотрели эту компанию, для чего вы вообще решили узнать об этой компании, и если у вас до сих пор, до сих пор у вас в голове, что у меня не получится, это не мое, это лохотрон, или что у нее получилось, значит, она такая, кстати, я тоже слышу, знаете, людям, которым я в свое время предлагала, которые мне говорили, вот, вот, у тебя получится, мы к тебе придем, как вы думаете, пришли эти люди ко мне? Напишите, ребят, нет, нет, ребят, они не пришли, эти люди не придут ко мне, эти люди не придут ко мне, вот, ну, может быть, кто-то один из тысячи, я не знаю, этих людей нет со мной сейчас, даже после того, как я получила этот результат, они видят, они уже мне не говорят, что это лохотрон, что, но они мне теперь говорят, ну, Тань, ты такая, потому что, ты молодец, ты молодец, ты вот так вот можешь, да, ты смотри вот как, вот, врачи, которые, с которыми я работала, они с сочувствием смотрели на меня, когда я уходила, некоторые смотрели, ребят, ну, у меня просто, понимаете, врачи, это люди достаточно такие интеллигентные, да, и они не могли мне сказать, Тань, ты дура, что ли, да, но в глазах это было просто, понимаете, это сочувствие было, то есть они вот так, они так, ой, или мне, как говорила моя коллега, она мне говорила, Татьяна Владимировна, а как же пенсия, как же пенсия, а стаж, я, и я после этого, ну, я сказала тогда, помню, что, я говорю, понимаете, пенсия, я говорю, я давно не думаю об этом маленьком пособии, она мне все равно будет какая-то минимальная, вот, все равно там мне что-то начислят, у меня есть стаж, у меня минимальный стаж отработан, да бог с ней, я потрачу ее на благотворительность, я потрачу это на помощь животным, пожилым людям, детям, я не знаю, кому. Вот, поэтому, друзья, я подытожу, сейчас я хочу дать слово Ирине Сарсадских, с которой мы знакомы уже, Ир, два года, да, вот, я сейчас подытожу, и потом я вернусь еще к нашим продуктам, обязательно, но про продукт сегодня не хочу много рассказывать, да, все вы уже, наверное, его изучили, вот, но я вам хочу сказать одно, что если вы сейчас еще в чем-то сомневаетесь, если сейчас у вас еще не провалилась вот эта вот таблеточка или, я не знаю, капсулка, да, нашего сетевого бизнеса, разберитесь, разберитесь сами, не полагаясь на мнение других людей, на мнение людей, которые в этом ничего не понимают и не разобрались сами, и которые полагаются, на мнение бабушек на лавочке или диварных экспертов, которые вечером приходят там, ждут выходных и рады, там, я не знаю, баночки пива и так далее. Ирин, давай подключайся, вот, я хочу, чтобы ты поделилась своим опытом, да, я, ребят, я сейчас еще и расскажу, да, и сегодня вот у нас Оксана здесь, не знаю, подключится Оксана у нас. Кивая головой, не пойму, кто. Так, Оксана была, но сейчас я ее не вижу. Ну, ладно, ладно, да, ну, мы кого-нибудь еще попросим. Вот, смотрите, давай, тебе слово, тебе слово. Расскажи, пожалуйста. Я сейчас не то, что о себе буду рассказывать, я буду рассказывать, такой вам совет дам, который сама поняла и пережила. Я пришла в сетевой бизнес два с небольшим года назад, то есть это был июнь 2020 года, и пришла вот из тех людей, которые отвечают, это не мое. То есть вот никогда торговля, это не мое, что такое там, кого, куда приглашать, это не мое. Но так сложились звезды, что я решила рассмотреть эту ситуацию. То есть вот мне предложили, я отказалась, думала неделю и подумала, а что я потеряю, если я попробую разобраться? Я, компания уже работала, мне не нужно было там зарегистрироваться и полгода ждать или сколько-то. То есть я сразу зарегистрировалась, почитала быстренько на сайте, поняла, что для того, чтобы разобраться, надо купить продукт. Я тут же активировала контракт и стала разбираться. Попала на Zoom. И на Zoom я увидела людей, то есть тех людей, которые вели Zoom, тоже там было два-три спикера, не помню тогда точно. Увидела людей и поняла, что это интересные люди, то есть это умные люди, прогрессивные, активные, с хорошей речью, с грамотной. Посмотрела на тех, кто там присутствует. Потом постепенно начала для себя узнавать, кто это, что это. И вот когда я вот это все увидела, я поняла, что это не какой-то там дурдом, что это не какая-то там сходка непонятных человечков каких-то странных. И все вроде бы как не мое, но люди-то нормальные. И я решила разобраться. Разобраться уже не только в продукте, я стала разбираться в маркетинге. И самое главное, что я сейчас хочу донести, я стала ходить на Zoom, на все Zoom в прямом эфире, в записи пересматривала. То есть настолько у меня в голове не было установки на сетевой, что я эту установку получила благодаря вот этому моему усердному посещению Zoom. Ходила, слушала, впитывала, пыталась осмыслить, где-то что-то забыла, пересматривала. И вот это вот изо дня в день. Zoom часто проводились в той компании. Обучение было, я прошла на обучение. Я прошла это обучение, выполняла все задания. Я там даже претендовала, одно обучение было с денежным призом. Не знаю, зачем это сделали, но было. Я даже претендовала на приз. В общем, именно вот эти мои действия привели к тому, что в конце концов у меня провалился жетон. В какой-то день я вдруг увидела вот от и до, что такое сетевой бизнес. Я увидела ту точку А, в которой я нахожусь. Я увидела ту точку Б, к которой я буду стремиться. Тогда у меня эта точка была поближе. Она у меня была сфокусирована только на автобонусе. Вот этот синий Мерседес, который сейчас ежедневно во всех соцсетях, каждое утро. Мой Мерседес. Дальше я тогда не заглядывала. Но потом, когда я уже больше вот это вот все поняла, когда не зная еще вот этого закона 1.9.90, я уже сама в своей голове этот закон, как сказать, произвела, что ли, не знаю. В общем, я на каком-то этапе я поняла, что в сетевом бизнесе развиваться можно, нужно, что здесь можно добиться больших результатов в любой сетевой компании. Но в новой сетевой компании это сделать гораздо легче. И я стала искать новую сетевую компанию. Но я сейчас не буду о компании. О компании Татьяна рассказала все. Я что хочу сказать, что в этой компании у меня точка Б уже гораздо дальше Мерседеса. Мерседес, он достаточно близко к точке А. И вот в сетевых компаниях на любом обучении всегда говорят, что не решайте за людей. Вот когда спрашивают, а где брать людей, и говорят, что люди вокруг нас, предлагайте всем, дайте информацию о том, что вы в сетевом бизнесе, о том, что вы в такой-то компании с таким-то продуктом. Дайте эту информацию всем, не решайте за людей. Это я поняла сразу, еще два года назад, что не надо решать за людей. Не сразу это стала выполнять, но поняла. И вот сейчас, два года спустя, когда я начала приглашать людей уже в эту компанию, и когда я радовалась, что число моих зарегистрированных партнеров приближается уже к двум сотням, я была так счастлива. И вот наша компания открылась. И у меня 200 партнеров. И я думала, что уже вот-вот там немножечко, одна там веточка побольше баллов, другая поменьше баллов. То есть, понимаете, я уже начала делить шкурами убитого медведя. И я думала, если до конца периода хорошо все поработаем, то я выйду на автобонусную квалификацию по окончании первого периода. Какую здесь ошибку я допустила? Я всех людей примеряла по себе. То есть, если я куда-то пришла, я разберусь. Если я понимаю, что там есть определенные условия, которые надо выполнить, я их обязательно выполню. Если надо ходить на обучение, я на них хожу. То есть, я такой человек, может быть, не до конца системный, но очень добросовестный. И я поняла, что все люди, которые пришли ко мне в команду, такие же. Ну, то есть, я судила по себе. Я думала, что они тоже так же пришли и тоже так же все будут делать. И что на сегодняшний день я имею? Прошло уже более половины срока нашего первого периода. То есть, прошло 19 дней. Осталось 12 дней до 31 октября. 10 процентов, 10 процентов из моих зарегистрированных партнеров на сегодняшний день активировали контракт. То есть, вот она статистика, вот она конверсия. Не все люди, оказывается, кто что-то делает, делают это осознанно. Не все люди доводят дело до конца. Да, это я сейчас говорю для тех, которые, когда я говорила, ставьте три человека в первую линию, потом три человека под них, под них, под них. Сегодня я вдруг понимаю, что те три человека, которые у меня стоят в первой линии, бах, а третий-то не активировался. То есть, под ними уже ноги растут, а третий человек не активировался. Значит, вот вынь да положь мне сейчас третьего. То есть, везде нужен запас, везде нужна обязательно оглядка на конверсию и оглядка на необязательность людей. Но не будем мы сегодня о плохом, просто это так, небольшой ясистью. Сегодня хочу именно про зумы поговорить. Так вот, когда вам кажется, что это не ваше, но вы сюда пришли, вы вроде бы уже как окунулись, так разберитесь, зумы обязательно, ну не в прямом эфире, так в записи, но обязательно. И обязательно не просто прослушать параллельно с телевизором, а обязательно постараться вникнуть, что-то записать. И самое главное, вот смотрите, я сказала, из точки А в точку Б. Есть маршрут из точки А в точку Б, и к нему мы идем. Идти можно разными путями. Можно не ходить на зумы, не слушать наставников, и тогда блуждаешь как без компаса. То есть, пришел в лес и идешь вроде бы как прямо, оказывается, идешь правее, потому что шаг одной ноги шире, чем шаг другой ноги, и вернешься на то же самое место. Наставники из зумы – это компас. Для того, чтобы прийти из точки А в точку Б быстрее, и прийти в нее нужно ходить на зумы, и нужно слушать наставников. И когда говорят делать действия, а действия надо делать каждый день, потому что если мы, к примеру, идем в эту точку Б, и вот сегодня идем, потом неделю где-то поставили палатку под кустом лежим, потом опять что-то там полдня прошагали, потом в отель заселились, месяц болтаемся. Мы неизвестно, придем, не придем, придумаем. Поэтому каждый день надо делать действия. А какие у нас действия? Наши действия – давать информацию о компании. И опять же я скажу, эту информацию примут только те люди, которые уже находятся на стадии поиска возможностей. А такие люди есть. И вот в наше неспокойное время их еще гораздо больше, этих людей. Они уже задумываются, а что им делать завтра? Они понимают, что уже что-то здесь не то происходит. Здесь кто-то работу потерял. Здесь еще какие-то произошли ситуации. Здесь это пандемия. Здесь постковидный синдром. То есть люди начинают задумываться. Вот этих людей наша задача найти и пригласить, рассмотреть вот эту возможность. А тех людей, которые еще не задумались, как не отрабатывать возражения, они просто нас слушать не будут. Но мы все равно должны донести до них информацию о том, что мы в сетевом, о том, что здесь есть такая компания и такой продукт. Пусть знают. Потому что когда они задумаются, они вспомнят об этом или просто уже будут так следить. Пусть даже смеются над нами, как над дурачками. Ничего страшного. Если у них этот же тон не провалился, они будут подхихилькивать. Но смеется тот, кто смеется последний. Поэтому вот в принципе, понимаете, опять же, самое главное здесь что? Говорить, ходить на зумы. И если наше мышление, вот те, кто сейчас присутствует на этом зуме или те, кто зашел в чаты, наше мышление еще не готово провалиться в сетевой, сделать его своей жизнью. Значит, это надо подпитывать опять каким образом, вращаясь вот в этом обществе, варясь вот в этой каше. Опять же, зумы, прямые эфиры, записи. Только так наше мышление будет меняться. Только так, глядя на тех людей, которые пришли, которые осознанно приняли для себя это, которые развиваются, только так мы придем и останемся здесь. Вот эти 200 человек, которые у меня зарегистрированы, здесь даже не то неприятно или обидно. Мне жалко, мне жалко. Не то, что они сейчас не сделали активацию. Не то, что они... Мне жалко, что они не ходят вот на эти зумы. Потому что они изменили свое мышление. Я не знаю, под каким они там моментом пришли, послушались, зарегистрировались. Не знаю, что там у них на тот момент было. Но они не остались здесь вариться. Они не стали заходить и слушать то, что им говорили. Не было такого, чтобы летом вообще никакой работы не велось. Все равно у нас велись зумы, у нас проводились марафоны. А эти люди просто на них не приходили. Ир... Ну, мне очень жаль. Ир, давай о позитиве. Ну, мы все... Ир, а скажи, пожалуйста, вот я немножко другое хотела. Нет, я все, спасибо тебе громадное. Расскажи, пожалуйста, вот ты сейчас на пенсии. Вот сделай на этом акцент, пожалуйста. Да, ведь ты тоже в разных странах, в этих городах жила. Правда, твоя жизнь была разная. Разная, да. И вот на данный момент вот что ты... Ведь есть у тебя выбор сейчас? Вот выбор. В том-то и дело, что это единственная возможность для меня и для очень многих. Это единственная возможность изменить свою жизнь. Да, действительно, мне пришлось поколесить, потому что вот как в 90-е годы я жила в Узбекистане, мы выехали в Россию, мы мотались по России, пока мы обосновались каким-то образом, вот и наступил мой пенсионный возраст. То есть, ну, так получилось. И сегодня, сегодня у меня нет другой возможности для того, чтобы свою старость сделать. Здесь уже даже речь идет не просто, что вот я хочу путешествовать, я хочу жить лучше. Я просто хочу жить в элементарных удобствах, я хочу быть здоровой и я хочу жить, а не существовать. А так как я пенсионерка, то это единственная возможность для меня. И, конечно, я поэтому так тщательно ее рассмотрела, так тщательно в нее входила, я меняла свое мышление. И сейчас, вот как говорят те люди, которые уже зарабатывают миллионы, что они не видят причин, чтобы здесь не развиваться, потому что они уже все это познали, все это имеют. А я знаю, что я это буду иметь, потому что я разобралась и потому что я вижу свою точку Б. А других вариантов у меня нет. Пенсия-то у меня маленькая. Ир, спасибо тебе громадное, да. Вот я про себя скажу тоже, что я тоже не вижу для себя других вариантов. Бизнес свой я открыть не могу. В найме я была пенсия, она меня ждет маленькая, ну то есть все меня ждет. Ребят, и сегодня я вот еще хочу пригласить Оксану, нам сейчас Оксану надо скоро отпустить, ей за ребенком ехать. Оксан, подключись, пожалуйста. Оксана имеет опыт, она не работает в найме благодаря сетевому бизнесу. Я сейчас не буду говорить про то, каких там достижений, мы сейчас не о достижениях говорим. Но Оксана имеет опыт работы в разных сетевых компаниях и она разобралась в этом бизнесе, да, и достигла результата. Это человек, который не работает в найме именно благодаря сетевой индустрии. Но, Оксана, почему же ты выбрала нашу компанию в том числе? Всем привет, друзья. Меня зовут Оксана. Хотела, конечно, побольше, но в связи с тем, что времени не хватает, прям все сокращу до минимума. Скажу сейчас свою любимую фразу. В сетевом большие деньги, самое главное знать, как их отсюда взять. Вот. А чтобы знать, как их отсюда взять, нужны знания, практика, время и все остальное. Сейчас я сделаю прям маленькое сокращение, как вот это все, пока что вы будете нарабатывать, все-таки получать здесь денежные результаты. Друзья, все элементарно, и, как говорится, просто не будем изобретать велосипед. Нужно просто повторять те действия, которые делает человек, который уже получает те доходы, которые бы вам хотелось. Просто узнать, какие делает действия человек, который уже здесь получает результаты. А почему здесь? Потому что раз вы здесь находитесь, вот на этом зуме, значит, каким-то образом вам, ну, все равно эта компания чем-то откликнулась. Пока что вы, возможно, еще разбираетесь, не разбираетесь. То есть, если вы здесь находитесь, а не на каком-то другом зуме, значит, вам здесь что-то откликнулось. И здесь очень шикарные возможности. Не буду их перечислять, их просто очень много. Но хочу сказать, кто сейчас разберется. Даже не имея знаний, даже не имея знаний, просто повторяя действия вышестоящих наставников, вы придете к результату. А вот эти все, чтобы прям разобраться 100%, оно будет, возможно, через полгода у вас. Вот через полгода у вас в голове щелкнет, ага, я здесь все понимаю. Я понимаю идеальный маркетинг, я понимаю идеальный состав продукта и как он вообще работает. Возможно, это даже придет через полгода, но за эти полгода, просто повторяя действия своего наставника, вы придете к результату. Почему я это могу говорить? Не люблю вообще рассказывать про свои доходы, где я была, что я достигала там, не в этом суть. Просто вот за последний, скажем так, последний свой источник дохода. Расскажу. Не имея знаний в той области, чем я занималась, вообще не имея знаний. Просто у меня было какое-то такое обширное понятие, ну то есть, что я не иду разрушать уголь, а я иду заниматься вот таким-то делом. Не имея никаких вот таких тонких знаний, а там нужны были именно точечные, тонкие знания. Я просто повторяя действия своего наставника, а я профессионал, и он разбирается, я заработала очень хорошие деньги. То есть, за год, я считаю, миллион рублей заработать, это хорошие деньги, не имея знаний. Поэтому повторять действия того человека, кто в этом разбирается. И в процессе разбираться. Вот секрет больших денег, я считаю. И естественно, пока повторяешь, оно, даже знаете, может и учить ничего не придется, потому что в процессе, пока ты все это повторяешь, ты этому научишься. Не замечай даже. В одном нами, как уже тут наши спикеры сказали, нигде о таких денег не заработаешь. Просто возьмите 10 ваших знакомых, которые будут вокруг вас, друзья, это могут быть просто соседи, просто эти люди, которых вы знаете. Вот просто 10 человек, которые живут лучше, чем вы. Вот с помощью сетевого вы можете за полгода жить лучше в 10 раз, чем каждый из них. В найме можно, чтобы перепрыгнуть достаток другого человека, это нужно очень много сил приложить. И не факт, что получится. Сетевой дает возможности абсолютно любого вашего знакомого за полгода обойти в финансовом плане, я имею в виду. Плюс еще развитие. Развитие общения. Круг общения имеет вообще очень большое значение. Кто вокруг нас? Кто меня окружает вокруг? Я не хочу сказать, что это плохие люди, я не хочу сказать, что это люди-какашки, но эти люди живут в своей бытовухе. Вот послушаешь их разговоры, про что их разговоры, меня хватает сейчас уже буквально на полоса. Дальше меня начинает на мозг что-то давить. Я уже не могу их слушать, потому что я понимаю, все, эти люди, вот они крутятся в своем вот этом кругу, у них вот этот шар, где негатив, а где радость-то, не могу понять. Где радость? Вот этот негатив, они получили, общались, получили, пришли домой, вылили этот негатив, это непроизвольно происходит. Но этот негатив отдался все в семью, все, вот этот негатив, люди живут по большому счету в негативе. Почему? Потому что нехватка денег, правильно? Все, в принципе, идет из-за того, что нехватка денег у людей. Нехватка денег. Они общаются с такими же людьми, как и они, у которых тоже идет нехватка денег. Ну, пусть кто-то живет чуть получше, кто-то похуже, но нехватка денег. Вот отсюда идет весь негатив. Из-за того, что круг общения не меняется, а про что еще разговаривать? Как у соседки муж напился, подрались, набил он ей морду. Как там что-то еще случилось? Все. Через 10 лет вы просто автоматически превращаетесь в такого же человека, как они. В сетевом так не получится. Здесь хочешь, не хочешь, ты поднимаешься вверх. В развитии, я сейчас имею в виду, уже не в финансовом плане, а в плане своего развития. Ты уже смотришь за какими-то новшествами, ты разбираешься в тех или иных терминах, ты смотришь, кто-то куда-то едет путешествовать, ты едешь в другие страны. Здесь выбор, конечно, каждого. Выбор каждого. Я просто всегда говорю за себя. В сетевом большие деньги. Во всей компании, где я была, я получала хорошие деньги. Уходила я не потому, что у меня не получалось, я уходила потому, что я видела что-то лучшее. Что-то лучшее. У меня никогда не было привязки к компании, потому что я понимала, что компания – это всего лишь инструмент, с помощью которых я хочу реализовать свои мысли, мечты, цели. И я брала этот инструмент, и я его применяла. Имею я знания, не имею знания. Если я не имею знания в той области, я просто повторяла действия человека, который имеет. Все элементарно. И пока я повторяю действия, я обучаюсь. Оно происходит непроизвольно. Повторяешь действия того человека, который в этом разбирается, через полгода вы будете разбираться так же, как и вам. Могу поспорить. В принципе, все. А почему я выбрала эту компанию? Почему я выбрала эту компанию? Я вам сейчас скажу. Потому что деньги заработать можно в любой компании прийти. Здесь вопрос. За одни те же действия я буду здесь получать больше или меньше. Выбор. Ну, я разумный человек, я хочу получать больше. По маркетингу здесь очень хороший маркетинг. Преимущество по сравнению с другими просто вагон и маленькая тележка. Так зачем же я буду делать одну и ту же работу и получать за это меньше? Ну, я пока что еще вроде нормальный, адекватный человек. И второе, продукт. Получать, как я уже сказала, деньги можно в любом месте научиться. И зарабатывать в любой компании, в проекте. Но хочется, чтобы от твоих дел, от твоих действий еще и польза людям действительно была. Вот. А продукт наш, он несет пользу, он несет добро. И дай Бог, чтобы все люди получали результаты от нашего продукта. А мы еще на этом будем деньги зарабатывать. Все элементарно и просто. К нам придут сюда очень много лидеров. Уже пришли еще больше. И, друзья, сейчас, если правильно сработаете, все эти люди уже будут стоять. Уже вас по структуре, и вы с каждого будете получать деньги. Поэтому подумайте. Я не умею, я ничего не знаю. Им хорошо, у них уже опыт есть. Это вообще все херня, вот честно. Просто повторяйте действия того человека, кто уже это умеет и делает. Даже знания не нужны. Все. У меня, в принципе, все. Оксана, все, спасибо тебе большое. Да, все, спасибо, ребят, всем. А я не закончу сейчас. Вот Оксана сейчас сказала такую штуку. Да, вот смотрите. Я в первую свою сетевую компанию пришла к человеку, который, в принципе, меня не позвал, но который дал контакты моего будущего наставника. Но поскольку я ее тоже сказала, пошли вместе, да. Я почему вам говорю, что состояться может каждый. Вот этого человека зовут Марина. Да, я с ней знакома, до сих пор знакома и общаемся. Вот, она не заработала ни копейки в первой сетевой компании, в которой мы были вместе. И, в принципе, номинально моим наставником, ну, как бы была она официально, а так-то у меня была другая наставница, которая вот посредственно меня вела, которую я сама нашла. Так вот, и вот эта Марина, да, ребят, она, ну, она не работала, она ничего не делала. Она ничего, она пару раз там активировала контракт. Вот, и все. И мы были в одинаковом с ней положении. Я и она, мы пришли абсолютно без знаний, без опыта, без всяких там бэкграундов в сетевом бизнесе. И у меня есть результат, у нее нет. О чем это говорит, ребят? И если вы сейчас смотрите на других людей, вот они там такие успешные, у них там это получилось. Я еще раз не успею, не буду, ну, не побоюсь еще раз повториться, за плечами очень серьезный труд. Этот труд у меня до сих пор, я продолжаю расти. И вот, ребят, вы знаете, ну, вы знаете все про машину Форд, да, Генри Форда. Ведь в свое время, будучи ребенком, да, у него всего шесть лет, шесть классов образования, он из многодетной семьи, малообеспеченный. В общем-то, шесть классов образования. Его не могли родители дать образование, потому что не было денег. Но он мечтал создать телегу без лошади. Вот, над ним смеялись, над ним хохотали, над ним крутили, ну, типа, ты дурачок, да. А вот, а он говорил, я хочу создать телегу без лошади. У него не было знаний, как создать, но у него был ум предпринимателя, успешного человека. Он искал возможности. Он, конечно, не сам конструировал, он понимал, что один он, один он это не сделает, только в команде, с командой людей, которые понимают в этом, как создать. То есть у него была идея, знаете, такая поговорка моя любимая, глупые люди обсуждают людей, умные люди возможности, а успешные идеи. Так вот, и когда даже первая машина вышла, она была несуразная, и она ехала там где-то по населенному пункту, и все смеялись. Ребят, кто сейчас будет смеяться, видя машину Форд на улице? Вот прям встать и ха-ха-ха, вот едет Форд там, ужас какой. Взять радио, вы смотрите, друзья, все мы с вами сейчас общаемся, вы в разных точках нашей страны и планеты, да. Я сейчас здесь, вы там, мы видим друг друга, вы меня слышите, все круто, да. Но в свое время, ну, здесь мнение расходится, был такой Маркони, и есть такой Попов, знаете, радио Попова, так вот, там, а итальянец Маркони, кто из них там первым создал тут под вопросом, итальянцы говорят Маркони, наши говорят Попов, кто говорит? Мы не будем в это вдаваться. Но действительно, Попов, ну, про Попова я про Маркони хочу сказать. В свое время, когда он, ведь очень многие достижения, они случались одновременно у разных этих, у людей в разных точках планеты. Так вот, Маркони, когда он понял, что импульс через какой, ну, короче, через электрический какой-то там импульс можно передавать звук. Ребят, а здесь печалька. Его родные, да, когда он стал это транслировать, когда стал это все притворять, его родные заперли его в психушку. Загуглите, это не это. Кстати, есть такая книжка, Наполеон Хилл, «Думай и богатей». Очень рекомендую. Сейчас буду второй раз ее перечитывать. «Думай и богатей». Наполеон Хилл. Достаточно большой труд. Наполеон Хилл потратил 20 лет, может быть, чуть больше. Он и занимался изучением успеха успешных людей. Ребят, там потрясающие, правдивые истории. То есть он сложил, там вот такая вот книжка, прям вот такая, рекомендую ее прочитать. Читается просто. И думаешь, боже мой, и над всеми ними смеялись. Всем им крутили пальцем у виска. Всех их там гнобили, прижимали. Говорит, ты дурак, куда ты со своим, там, вон, иди там работать, там куда-нибудь. Вот. И они не встречали поддержки со стороны родственников. Не встречали поддержки со стороны окружения. Им вставляли палки в колеса. Но они не остановились. Вы знаете всех людей. Ну, а Тесла, да, взять. Ну, вы сами знаете эти примеры. Очень много примеров. Вот. Поэтому, друзья, что касается меня, я могу говорить только про себя, да. Я действительно поставила себе целью в свое время разобраться. Я тот человек, который, если мне говорят, что это хрень собачья, то я тогда думаю, почему же все так говорят, то есть не все, а многие так говорят, значит, в этом что-то есть. То есть у меня по-другому немножко мышление, да, в этом плане. То есть вот, может быть, от папы это у меня пошло. Спасибо папе. Но поэтому, если ваше огружение вас не поддерживает, и меня не поддерживало, сейчас они просто молчат, мои мамы с папой. Нет, сейчас гордятся. Вот. Но у меня другие отношения с родителями. То есть я им сказала, что я, ну, я им объявила, я ушла из нами. Все, точка. Они вот так вот почесали и сказали. Потом периодически говорили, лучше бы Таня вернулась. Ну, как-то так. Но, ребят, еще раз говорю, сетевой для всех, но не все для сетевого. Сетевой не любит стонущих людей. Сетевой не любит слабых людей. Сетевой не любит людей, которые жалуются на жизнь, на правительство, на государство. Сетевой не любит людей, которые не являются автором своей жизни, а не берут ответственность за свою жизнь на себя, а перекладывают эту ответственность на других людей. Однозначно автором своей жизни не может быть ни один человек. Периодически нам хочется переложить, кого-то обвинить. И у меня такие моменты бывают, разумеется, потому что иногда больно, больно признаться себе в том, что ты слабак, что ты не можешь это делать. И проще всего сказать, что я родился не в той семье, я родилась не в то время, а этот вот у него там все хорошо. Проще обвинить. Наверняка у вас есть такие люди в окружении, которые обсуждают других людей, которые говорят, например, ой, слышали такое, кстати, например, девушка стала достаточно успешной. Ну и одноклассники ее, менее успешные в данный момент, они говорят, ой, а помнишь, она вообще в школе-то была вся прыщавая такая, сопли у нее там до колена текли, вообще была такая. Ну это я вам так, ведь это правда. Ой, да там она вообще там в институте-то вообще там, ой, в школе-то училась на одни тройки, да? Ну и что, что она училась на одни тройки? Она поменяла свою жизнь. А им настолько больно этим людям, которые обсуждают других людей, больно признать, что она каким-то образом, тяжелым своим каким-то трудом, я имею в виду не физическим, учением, обучением, движением. Мы же не знаем, чем занималась эта девушка, у которой сопли до колена были. Она двигалась все это время вперед, что-то она делала, да? А те люди, которым больно признаться, что они в жопе остались, а она там теперь, им легче сказать, что в детском саду-то она там, помнишь, такая была, ха-ха-ха, вот так вот. Вот и эти люди, они есть и в вашем окружении, и в моем. Моем уже как-то что-то не встречаются, но я ведь из жизни рассказываю все. Поэтому, друзья, здесь только зависит все от вас. Я рядом с вами, я могу поделиться с вами своим опытом тем, которые есть у меня на данный момент. А теперь я немножечко хочу рассказать, если у нас здесь гости и нашей компании. Так вот, наша компания новая, инновационная, не могу побояться этого слова, потому что у нас маркетинг не похожий и совершенно другой, нежели в других сетевых компаниях. Я знаю, о чем я говорю, я знаю маркетинги многих сетевых компаний. Я говорю сейчас про компании, которые давно на рынке, которые на слуху. А у нас инновационный новый продукт, которого нет на рынке в России и в странах СНГ. За рубежом, впрочем, его тоже нет, потому что именно наша компания, единственная компания, которая запатентовала в составе брейншторма ежевикогребенчатой. За границей ежевикогребенчатой, ну, кто знает, кто не знает, это в состав нашего продукта. А у меня вот из-за заставки. В состав нашего продукта входит экстракт мицелия ежевика гребенчатого, азерицины. Ну, не буду сейчас медицинской терминологии. Так вот, это природный натроп. И наш за границей, за рубежом этот продукт, экстракт мицелия, гриба ежевика или львиная голова, или еще там название, вспомню по-китайски, используется для производства лекарственных средств для лечения таких заболеваний, как ацгеймер, паркетсон, рассеянный склероз, возрастная деменция, просто умственная отсталость и так далее. Лекарственных средств, не БАДов. Мы запатентовали единственные. Такого продукта нет. Вам могут сколько угодно говорить налево-направо, выслышать то, что на озоне там этот ежевик. Ребята, покажите патенты, покажите, где произведен, из чего произведен. Наш продукт полностью сертифицирован. У нас есть все до одного сертификата патенты. Пожалуйста, на сайте посмотрите. Вот. И такого продукта на рынке нет. Все наши остальные продукты также инновационны по составу. Вы видите, да, кто уже принимает, и вы видите эффект от этого продукта. Ну, я вот пока только пишу только положительные отзывы. Разумеется, разумеется, мы не лечим. Мы биохакинг – это направление, которое направлено на то, чтобы человек не болел изначально. Мы рождаемся единым целым. У нас есть глаза, уши, ноги, руки, почки, сердце, кровеносная система. И в идеале мы должны функционировать, не болеть. У нас есть фагоцитарная система, то есть иммунная система, которая защищает нас от болезнетворных бактерий, микробов, вирусов, грибов и так далее. Так вот, наши защитные силы, они должны обеспечивать в идеале, и как заложено природой, то, чтобы мы не болели никогда. Потому что, да, вот мы сейчас с вами разговариваем, вокруг вас ходят вирусы, грибы, там патогенные бактерии, они все рядом. Вы выходите на улицу, вы идете в магазин, там люди делятся с вами своими микробами, грибами и так далее. Ой, бактериями. Так вот, и наш организм изначально запрограммирован на то, чтобы не болеть. Но все мы живем в окружающем мире. У нас, мы сталкиваемся с стрессом, ребят, я не знаю такого человека, который не стрессовал, ну, возможно, только тибетские монахи, которые там сидят, да, ну, может быть. Вот, нет людей, которые, ну, знаете, я могу здесь с вами поспорить. Вот прям вот если кто-то скажет, да, наверное, единицы могут похвастаться, даже какой-то там сотые, тысячные проценты, которые могут похвастаться тем, что они с питанием, с пищей потребляют все необходимое в своей жизни. Все микроэлементы, все витамины, все это сбалансированно приходит в наш организм, из продуктов, из пищи, извне и так далее. Я не могу этим похвастаться. Стрессы, плохой сон, недосыпание, нервная работа, начальник там, постоянная беготня, да, работа дом-дети, да, отсутствие удовольствия в жизни. Все это ведет к выгоранию человека, к тому, что он начинает болеть. А болеть он из-за чего начинает? Все элементарно. Повреждаются клетки, клетки повреждаются из-за того, чтобы в организм не поступают необходимые вещества. Так вот, наши продукты как раз направлены на восстановление баланса в нашем организме, для того, чтобы наш организм работал так, как он должен работать, так, как необходимо, для того, чтобы наши клетки не повреждались, для того, чтобы в нашей клетке есть тоже цикличность процесса, благодаря которой обеспечивается выработка глюкозы. Энергия у нас берется из глюкозы, но это не значит, что мы едим сахар, да, вот это самый такой, ну, неправильный способ получения энергии в нашем организме, а правильный способ – это получение пищи, да, микроэлементов и всех белков, жиров, углеводов, из которых уже все трансформируется в глюкозу, которая дает энергию для нашего мозга, для нашей жизни. Так вот, наши продукты, они разработаны таким образом, да, во многих других есть продуктах, есть тоже витамины, микроэлементы, вещества, но когда создавался наш продукт, то подбиралось грамотное соотношение всех микроэлементов, для того, чтобы в совокупности они давали тот эффект, который они действительно дают. И монопам, да, все вы знаете, но если не знаете, да, это следующий наш продукт. Продукт уже сейчас, за эти 19 дней, показал, показал просто свою эффективность на людях, у которых уже отзывы пишут, кто заболел. Действительно, есть уже результаты, люди выздоравливают, дети, дети в школу пошли, то есть мне пишут, вам пишут. Вот ваши отзывы мы все собираем и на сайт отправляем туда. Так вот, тоже состав настолько гармонично сделан и подобран, да, таким образом, что у нас не стимуляция происходит, тимус, а именно там у нас обеспечивается выработка фагоцитов наших клеток иммунной защиты. Вот, не стимуляция, а адекватная активация собственных, вот заметьте, собственных ресурсов организма. Биохакинг – это не лекарство. Биохакинг направлен, то есть продукты биохакинга направлены исключительно на то, чтобы высвободить, активировать собственные ресурсы организма. И подумайте, вот готовы ли вы сейчас, сейчас, да, помочь своему организму, чтобы он работал на полную силу? Ну, пусть хотя бы там не на полную, но на 90%, да, включился, свои процессы все максимально отдавал вам. Вот, готовы ли вы принимать этот продукт для того, чтобы не болеть, для того, чтобы не пить горстями таблетки в дальнейшем, для того, чтобы предупредить заболевания, для того, чтобы не сталкиваться с инфекцией, для того, чтобы оздоравливать организм изнутри, препятствуя, предупреждая, серьезные заболевания, серьезные. Вот я готова, и я готова об этом кричать и рассказывать всем людям. У нас в данный момент Разработано 30 линей. Сейчас готовится детская формула. Мы выходим на геронтологический центр. Вчера Александр Филимонов, я сейчас вам не назову, был в НИИ, в медицинском научно-исследовательском центре уже. То есть о нас будут знать, ребят. И сейчас почему я наш Zoom назвала «Занять свое место под солнцем?» Да потому что если сегодня вы не заняли свое место под солнцем, его завтра займут другие люди, а вы будете смотреть на этих людей. И здесь в нашей компании вы прежде всего получите здоровье. Получите здоровье для своих людей и близких. А что такое здоровье? Что такое энергия? Энергия мозга? Когда вы не болеете, вспомните себя, когда вы болеете. Хочется ли вам что-то делать, что-то двигать, что-то там, я не знаю, свершить, творить? Да нет, наверное. Даже когда голова болит, я счастливый человек, у меня не болит голова. Господи, нельзя, наверное, говорить в эфир. Вот. Что-то болит, да. Да температура просто повысилась. Вы готовы, да, там идти что-то изобретать, вершить, творить? Да вся энергия у вас уходит, вам хочется полежать, ничего не делать. А когда у вас много энергии, когда вы здоровы, вы хорошо себя чувствуете, вы полны сил, желаний, у вас хорошее настроение. Кстати, брейншторм, он улучшает настроение, он показан для людей с депрессивными состояниями, в том числе. Он улучшает сон, люди просыпаются отдохнувшими. Это мой опыт, опыт моего мужа и опыт моих коллег. Так вот, я готова, я готова кричать об этой компании. Я заняла свое место под солнцем. И я в любом случае продолжаю приглашать в эту компанию людей. Я приглашаю звать людей, я приглашаю рассказывать о возможностях, о перспективах, которые нас здесь ждут. 30 линейок в разработке, дальше следующее будет разработано. Каждый месяц будет выходить новая линейка. Вот, и это не значит, ну, я не буду говорить там про побочные продукты, да, на данный момент. И мы сейчас первые на российском рынке, на рынке СНГ, первые с таким продуктом. Аналогов нет. И сейчас вы, все вы, вы можете стать первыми в своем регионе, в своей стране, в своей области, в своем городе. Первыми, первыми. Потому что про нас еще мало кто знает, но уже много кто знает. И поверьте, завтра, послезавтра, через год сюда будут приходить люди. Эта компания будет жить. И если вы сейчас не заняли свое место под солнцем, если вы сейчас уже не кричите на весь мир о нашей компании, о нашем продукте, о наших перспективах, о наших возможностях, то, возможно, ваши люди узнают об этом от других людей. Возможно, они узнают об этом сами. А возможно, вы об этом пожалеете. А может быть, нет. У меня есть ситуация упущенной возможности, о которых я жалею. Ну, жалею – это мой опыт, да, но я могу о них говорить, и это действительно правда. Вот. И в данный момент я не хочу упустить эту возможность. И даже, ребята, если у меня что-то не получится, я ничего не потеряю. Ничего не потеряю. Я приобрету как минимум здоровье через продукты. Я приобрету еще один опыт. Я приобрету еще колоссальное количество успешных, интересных для меня людей вокруг меня. Я приобрету другую жизнь. Вот. Но у меня получится. Точнее, у меня получается. И все будет хорошо. Я знаю об этом. Вот. Поэтому, что вам еще сказать, ребят? Завоевывайте страны, завоевывайте регионы. Мы пойдем дальше. Перспективы у компании огромные. Перспективы, они и сейчас уже… Смотрите, как мы грамотно выходили на рынок, да. Сначала на технофоруме появился наш продукт. Нами заинтересовалось медицинское сообщество. Это дорогого стоит. Нас заметили. Сейчас мы пошли уже в научно-исследовательский институт. Дальше геронкологический. Я бы был. Я бы был. Я бы был звук. Вот. И, друзья, и задайте себе вопрос. Что меня в данный момент останавливает? Если вас останавливает, вы думаете, это не мое, как вы можете узнать, что это не ваше, не попробовало? Вот, кстати, знаете, ребят, в основе всех наших неделаний, я обожаю эту фразу говорить, это психологически, я на каждом зуме говорю, да, все, чему мы обязаны в нашей жизни, все, чего мы достигли в нашей жизни, это благодаря нашим страхам. Только страхом. Так вот, страх, он может дать вам возможность сдвинуться с места, но страх может оставить вас там, где вы есть. Оставить там, где вы есть, и, возможно, ваша жизнь, ну, ладно бы она не изменилась в худшую сторону, а, возможно, ну, может быть, что-то будет там и похуже, да. Впереди пенсия, впереди маленькое государственное пособие. Подожить, оно, кстати, называется, да, подожить, заметьте. Вот, и только страх в нашей жизни, он мешает сдвинуться, сдвинуться и дать себе возможность пойти вперед. Но я вам хочу сказать, у нас будет обязательно большой вебинар по поводу страхов, это моя тема обожаемая, ну, чисто психологическая, но я вам хочу сказать, человек рождается всего с двумя страхами, приходит в этот мир с двумя врожденными страхами. Это страх падения и страх громких звуков. Это заложено на подкорке, это врожденные страхи. Все остальные страхи – это приобретенные страхи. Представьте себе, да, только два страха – это врожденные, все остальное приобретенное. Приобретенные либо на собственном опыте, когда, допустим, ну, не дай бог, да, ситуация, там человек попал в аварию, и он боится садиться за руль, там, или человек, там, ну, что-то случилось, да, и он боится, там, повторять эти ситуации. Вот, а сейчас скажу, 87%, 87% страхи навязанные. И вот я вам в заключении хочу такую ситуацию рассказать. Это из моего личного опыта, мой личный опыт, вы знаете, как навязывать, навязать можно человеку все, что угодно. Ко мне на прием пришла женщина с ребенком и с бабушкой. И вот этот ребенок, ему где-то было лет, дедай на лет пять. И вот он переступает порог кабинета, это когда врачом работал, да, ребенок, открывает рот и просто истерически визжит. Просто открывает, а-а-а-а, все, вот он орет, он орет просто, у него истерика, да. А я сижу, причем, когда к нам дети приходили, мы расстегивали халат специально, да, там, ну, чтобы ребенок не пугался белого халата, там, и все такое, я вообще не страшная, и все такое, да. И я, значит, вот он кричит, 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 кричит. Ну, ладно, у меня есть метод доработать с ребенком, там, все такое. И я маму, я говорю, да, я не с мамой, я, главное, говорю, а что ж ты как кричишь? Говорю, ну, давай, там, все, как дела, там, присела перед ним, все нормально, мы успокоили потом ребенка. Но мама, мама, да, вот смотрите ситуацию, поймете сейчас, к чему. Мама говорит, значит, она мне, при этом ребенке, говорит, вы знаете, он так боится врачей, он так боится врачей, с детства боится врачей. Я говорю, а что ж такое, как, какой, что же за врачи-то такие вас окружали, которые ребенка до такой степени напугали. Вот, и она рассказывает, вы знаете, доктор, мы, когда малышу было пять месяцев, пять месяцев, мы лежали в больнице. И ему делали уколы. И он так там намучился, что он до сих пор боится врачей. Как вы думаете, почему этот ребенок боится врачей? Вы думаете, он помнит об этом пять месяцев? Он не помнит. Не помнит он эту ситуацию. Ему с года в год мама, бабушка, да, рядом еще бабушка стояла. Ой, ты мой хороший, тетенька не будет сейчас тебе делать уколов, понимаете? То есть ребенка на самом старте жизненном, да, ему просто это транслировали. Я потом просто оставила маму с бабушкой, я с ними поговорила. Я говорю, вы не надо ему об этом рассказывать. Вы понимаете, что вы с детства, я говорю, вы поймите, что он этого не помнит. Так вот подумайте, разберитесь в себе и задайте себе вопрос, что вам мешает здесь состояться, развиваться, сделать этот первый шаг, как когда-то я его сделала и как когда-то он изменил мою жизнь. Что касается мое, не мое, я уже себе все доказала. Что касается лохотрон или не лохотрон, я на собственном опыте знаю, что здесь есть деньги, и я их зарабатываю и буду зарабатывать. Что касается, что это не серьезно, это серьезно. Я на собственном опыте это знаю, что это серьезная бизнес-индустрия, в которой рождаются статистика. Кстати, каждую неделю благодаря сетевой индустрии рождается два долларовых миллионера в мире. Задумайтесь. Так вот, и благодаря тому, что сама по себе сетевая индустрия это очень молодой бизнес, сама и у нас, смотрите, у нас все возможности, все необходимое для того, чтобы стать первыми. Вот, поэтому, друзья, у нас есть немножечко времени, я готова ответить на ваши вопросы, поднимайте руку. Так, Виктория руку подняла, или что? Подключить Викторию? Нет? Есть вопросы? Если давайте, я вам отвечу на ваши вопросы, и мы побежим дальше. Вопросы? Ну, хорошо. Итак, друзья, итог. Новая компания с новым, с новым, с новым, не буду говорить инновационным, продуктом, которого нет на рынке, который создавался с большой любовью к людям, к здоровью людей. И создавался он не один год, а создавался долго. Люди, которые окружают вас, которые готовы вас обучать. Смотрите, мы здесь, нас Ануш приглашает к себе, да, на обучение. Я хожу периодически в другие команды, да, меня приглашают. Мы будем приглашать на наше обучение, но ведь это круто. Здесь вообще, в принципе, состояться очень просто. Вот я, Ир, повторю за тобой, да, очень просто. Ходить на все зумы, быть каждый день с наставником, дублировать его, дублицировать, повторять его действия и тянуться за лучшим окружением, нежели сейчас вас окружают люди. Не в том смысле, что вот как плохие люди вас окружают, я имею в виду более успешными, запродвинутыми. Вот. Всего-навсего. И заходить в чаты, задавать вопросы и не опускать руки, и не сдаваться, и не жаловаться на жизнь, и не жаловаться на людей, которые вас окружают и не говорить, что вот меня окружают, а мне говорят, да. Да пусть говорят. Есть такая передача, я вам хочу сказать. Пусть говорят. Ребят, кто может, подключите камеры, я хочу сделать нашу общую. видео. Это все? Очень жаль. Давайте, давайте, подключайтесь. Ну, а чего вы без камеры были, а? Ну, так приятно, когда вы с камерами. Вот я половину вас не знаю, не вижу, кто вы. Вот, например. Виктория, Юлия, или это нас, ну, ребята, у нас есть здесь гости? Скажите, пожалуйста. Есть гости? Хотя бы в чат напишите. гости у нас были, да, на первом. Ребят, будьте осторожны, пожалуйста, с пересылкой своих сообщений, с ссылками, потому что вот такая ситуация была тоже у Ануш в свое время. На зуме, когда в открытом доступе ссылку кинули, и у нее вот такой же дурдом начался на зуме. Почему я их не удалила? Их было много, таких подключенных. Кто-то ссылку в соцсети и где-то раскидали. Поэтому будьте осторожны. На такие зумы все-таки приглашайте людей, которые заинтересованы. Ну, всякое бывает. Вот, друзья, я... А их не удалишь. У нас, когда было обучение дистанционное в школе, в классе, ученики учились, учительница никак не могла удалить. И заходили под логинами учеников, главное. Ну, я говорю, ребят, на будущее не надо распространять ссылочки в открытый доступ в соцсетях. Я сегодня видела в открытом доступе ВКонтакте мою ссылку на зум. Вот, поэтому я не говорю про этого человека. Да, я не знаю, может быть, еще где-то разместили. Вот, поэтому, ребят, я вас всех благодарю. И я надеюсь, что я была и Ирина, и Оксана, мы были вам полезны. Я буду вам полезна, если вы этого захотите. Ребят, да, сразу обозначу свою позицию. Я работаю с людьми, которые хотят работать, которые не стонут, которые хотят узнавать, двигаться вперед, которые не жалуются. Я не говорю, что иногда можно пожаловаться там на что-то, какие-то бывают жизненные ситуации. Те, кто со мной на связи, да, вы знаете, что я всегда поддержу, когда что-то случилось в жизни. Это другие ситуации, да. Но в целом, вот я как раз призываю вас к тому, чтобы вы здесь взяли ответственность на себя, за свои действия. И любимая фраза. Уоррен Баффет. Обожаю ее. Наполеон Хилл, запишите себе, прочитайте эту книжку. Перевернет вам жизнь, правда? Наполеон Хилл. Ну и почитайте, допустим, кто еще не начал читать, Роберт Киосаки. Это же именно Роберта Киосаки в свое время спросили. Сказали, Роберт, ну хорошо, вот ты рассказываешь про мозги успешного человека, мышление успешного предпринимателя. А как же так? Вот как поменять мышление успешного человека, ой, мышление наемного работника на мышление предпринимателя? И Роберт Киосаки сказал, сетевой бизнес. Именно сетевой бизнес, это трамплин, вот этот вот, без которого вы не сможете перейти из того мышления, с того уровня на другой. Вот. И Уоррен Баффет, да, моя любимая цитата у него, его очень много, но я люблю пролодку. Если вы плывете в постоянно протекающей лодке, то не проще ли потратить энергию, чтобы сменить судно, чем латать дыры? А энергии потряется, возможно, потратить много. Возможно, вам захочется все бросить. Возможно, вам захочется пожаловаться, постанать. Возможно, вас поддержит ваше окружение, поддержит в кавычках, да, скажет там, мы же тебе говорили, да, иди ты отсюда, иди в найм, иди уже в найм, мне так говорили. Вот. Мне до сих пор звонят мои коллеги и спрашивают, мне уже предлагают сейчас более достойный заработок, понимаете, мне говорят, звонят, Таня, ну, Татьяна Владимировна, да, вы не рассматриваете, вернутся, вам тут предлагают, вот тут на дня, месяц, или сколько, два месяца назад мне предлагали аж на 150 тысяч рублей в месяц пойти, реально, вот, то есть, мне уже понимают, да, вот, но надо мной уже не смеются, надо мной уже меня спрашивают, вот, какая ты молодец, мне говорят, а смеялись, но, вы понимаете, как может повлиять мнение другого человека на меня, я себя люблю, уважаю, ценю, я знаю, кто я, я знаю свое место под солнцем, да, и, кстати, друзья, если меня спрашивают, ради чего и кого я живу, я вам говорю, всем говорю, я живу ради себя, только ради себя, и для вас, возможно, знаете, бывает, человек сталкивается, иногда, это такой человек, которому я такие вещи говорю, он говорит мне, да ты что, а дети, вот, так вот, как только, не путайте эгоцентризм, когда, знаете, вот такая вот патологическая любовь, и эгоцентрик, он, когда вокруг него весь мир должен вращаться, вокруг него все для него, а у него корона на голове, да, у меня нормально с короной, у меня ее нет, ну, есть нормальная коронка, вот, но это не мешает моим близким, так вот, счастливая женщина, или счастливый человек, самодостаточный, уверенный в себе, любящий себя, уважающий, ценящий себя, соблюдающий и оберегающий свои границы, а я тот человек, который очень серьезно, у меня просто колючая проволока вокруг меня сделана, да, я очень серьезно отношусь к своим личностным границам, так вот, такой человек счастлив, и поверьте, у меня счастливые дети, и у меня счастливые родители, и счастливое окружение, с теми людьми, которыми я общаюсь, потому что счастлива я, жить ради кого-то, это утопия, потому что, отдавая себя, и не думая о себе, прежде всего, а вы в этот мир пришли, для чего-то, вот, и любя себя, уважая себя, ценя себя, и мою жизнь, свою жизнь, да, это не мешает мне быть хорошей дочерью, хорошей матерью, и любить весь мир, так что, друзья, я закончу на этой ноте, я вас всех люблю, я благодарю за то, что вы присоединились, не благодарю за то, что вы не включили камеры, мне приятнее было бы общаться, благодарю, кто включил, вот, запись я оставлю, и приводите своих друзей, я в данный момент, я гарантирую, что я буду периодически проводить зумы, хотя бы раз в недельку, вот такие вот, может быть, они будут покороче сегодня, вот такой вот, это будет зум для всех, куда вы можете пригласить своих знакомых, но, пожалуйста, не выкладывайте в соцсети, чтобы у нас не было вот такого опыта, вот, если вопросов нет, если останутся, то, пожалуйста, задавайте их в общем чате, вот, хорошо, вот, и, ребят, и давайте работать, и делать результат, правда, все, я заканчиваю, спасибо, спасибо.